Привет! В одном из прошлых роликов я делал приложение Погода на Ява Скрипте. Ссылку на него вы можете найти в описании и в подсказке в правом верхнем углу. Сегодня попробую его обновить с использованием View. Раньше я его не использовал в работе, поэтому как только увидите ошибки, напишите о них в комментариях. Это будет полезно и мне, и тем, кто посмотрит видео после вас. Для начала подключу библиотеку в HTML файле. Я скачал ее заранее и поместил в папку JS. Добавлю файл, в котором будет находиться весь код, и подключу его. Подключение старого файла можно пока закомментировать. Чтобы Framework View понимал, где начинается приложение, добавлю ID. В файле скрипта инициализируем приложение, указав тот самый ID. И попробую вывести тестовое сообщение. Отлично, оно отображается. Убираем его обратно. Далее добавляю компонент для отображения одного столбца в прогнозе. Он должен содержать соответствующую разметку. Попробую для теста добавить этот компонент на страницу. Показывается. Нужно добавить поля, которые компонент будет принимать в качестве параметров и отображать их в шаблоне. Это время, иконка и значение температуры. Добавлю их в шаблон. Для первого компонента добавлю тестовое значение. Для этого используется свойство v-bind. И тут я глянул в документацию и узнал, что, чтобы поменять значение класса, надо использовать отдельный атрибут. В нем строковое значение будет конкортинироваться с переменной. Теперь компонент отображается с тестовыми данными. Добавлю несколько значений этого компонента. Вообще должен быть массив, но пока и копипаста сойдет. Теперь надо добавить отображение названия города, краткое описание текущей погоды и температуры. Далее используется хук с названием mounted. Здесь будет выполняться метод сразу после загрузки приложения. Для запросов в этот раз использую библиотеку Axios. Можно было, как и в предыдущей версии приложения, использовать Fetch API, но такой способ, судя по всему, более популярен среди вью-разработчиков. Функция возвращает Promise. И внутри получим значение для текущих показаний. Так, забыл подключить библиотеку. Надо ее указать после подключения фреймворка вью. Добавлю разметку-переменную для отображения названия города. И добавлю получение остальных показаний. Описание, температуру. Так, что там в браузере? Норм. Но нужно температуру показать нормально. Скопирую из старого кода эти функции. Они округляют значения и подставляют единицы измерения. Теперь температура показывается красивее. Вернемся обратно к отображению прогноза. Скопирую старую функцию, которая из данных собирала в строку шаблоны. И убираю лишнее. Нужно добавить массив и удалить все, что связано с шаблоном. Добавлю эту функцию для получения красивого значения часов. Добавляем в массив объект, который будет содержать необходимые значения. Время, иконку и значение температуры. Добавляем массив прогнозов в приложение. И вызов функции GetForecast в промисе. Удалю лишние элементы и добавлю цикл по массиву. Всем параметрам передаю значения из переменной цикла. И забыл добавить возвращение результата для функции получения прогноза. А еще забыл тот прототип для чисел, который добавляет ведущие нули. Проверяем. Прогноз отображается. Осталось обновить блок с детальной информацией. Добавлю конвертирование давления и функцию. Она будет возвращать объект с нужными значениями. И объявляю такой же объект уже для самого проложения. Добавлю его в соответствующие блоки. Проверяю еще раз. Теперь скопирую получение значений и назначу их в возвращаемый объект. Проверяю. Единицы измерения тут оказались лишними и в прогнозе тоже. Их надо убрать. Приложение рисовало разный фон для дня и ночи. Эти функцию скопирую пока без изменений. И функцию transition тоже оставлю как есть. Хоть framework view и предоставляет свои способы для анимации, но это не является целью ролика. Добавлю методы к приложению. Исправлю получение данных. Оно теперь будет в отдельном методе, а в mounted будет вызываться функция start. И функцию, которая стартует периодически задачи. Обновление данных и проверку времени суток. Чтобы эта проверка работала правильно, надо добавить переменную, в которой будут храниться полученные от сервера данные. CacheData. Обработку промеса перенесу в старт. И заполню переменную для кэша. Добавлю функцию для рендера и опять перенесу этот блок кода. Это для лучшей читаемости. Да и логичнее было бы, наверное, сделать так. Функция periodic tasks запускается тоже внутри функции start и не забываем указать переменную с кэшем. Так, забыл еще пару мелочей. Проверяем. Отображается. Для проверки уменьшу время таймера. И вижу что-то странное. Количество запросов растет слишком быстро. Плюс ошибки в консоли. Это из-за того, что функция start вызывается каждый раз внутри setInterval. И каждый раз добавляются новые обработчики. И они уже хором выполняют эти запросы. Не надо так. Добавляю условия. Выполнять финансализацию или нет. И при старте приложения периодические задачи должны быть включены. А при обновлении внутри setIntervals выключены. Проверяю. Сперва обновился режим отображения. Отрисовал как ночной. Пошел первый запрос, второй. Теперь работает правильно. Какой вывод я сделал после использования Vue? Во-первых, мой код не сильно изменился по сравнению с предыдущей версией. По большому счету я пока использовал Vue только для удобного отображения данных. Но это как минимум потому, что я не работал с ним раньше. И тут мне было бы интереснее узнать ваше мнение. Какие особенности этого фреймворка используете вы? Во-вторых, количество написанного кода сократилось. По крайней мере за счет привязки данных средствами Vue. И это хорошо. Да и при декларативном способе отображения меньше возможности совершить какую-то ошибку. И если проект будет по размеру больше, чем одна страница, это будет гораздо заметнее. Из минусов, общее количество загружаемых библиотек увеличилось. Всего на 15 кБ. Но по сравнению с ангуляром это конечно большой плюс. В общем, Vue мне понравился. Постепенно буду его изучать дальше. А по статистике 90% просмотров это просмотры без подписки. Так что подписывайтесь. И пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть или узнать. В дискорде тоже можете мне писать. Ссылки есть в описании. Не прощаюсь. Скоро увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует...